Добрый день, уважаемые трейдеры-инвесторы. Сегодня 29 ноября, вторник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании InstaForex, логотип которой мокрыми отчасти глазами вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе. Итак, что любопытно сегодня, друзья мои, что я там вчера писал, Лагарду уронила евро-доллар вчера, да, очень любопытная старушка, постоянно напоминает мне Жака Ифа Кусто. Возможно, не только мне, напишите под этим видео по ржам. Продолжение торговой идеи по золоту и, собственно, пока фундамент по нефти очень любопытный, но технически уже отработал. Давайте обсудим эти и другие идеи на графике. Поехали. Итак, будьте удивлены, но перед вами опять метатрейдер и опять котировки золота, которые болтаются в таком вот широком треугольнике с одной стороны, но с другой стороны у нас есть вчерашняя шортовая мощная инициатива. На мой взгляд, на мой сугубо непрофессиональный взгляд, эта шортовая инициатива связана с укреплением американского доллара. Да, друзья мои, такое бывает. В связи с ковид-беспорядками в Китае. Вот. И народец уходит в бачки. В бачки. И такая шортовая инициатива, как бы будь здоров, по мощности она, собственно, не уступает вот этой лонговой, где у нас были, что у нас там, протоколы и так далее. Поэтому у нас зашел продавец вот здесь хороший. Возможно, это тот же, что вот здесь сидит. Возможно, это просто фиксации покупателей, которые, собственно, здесь на новостях покупали. Никто вам не скажет достоверно этой информации. Мы всего лишь можем фантазировать по поводу каких-то движений и мечтать о их продолжении. Что сегодня, собственно, я изобрел? Я изобрел то, что вчера было у нас хорошее такое поглощение на дневках шортовой инициативы. И почему бы не поискать шортики, друзья мои? Шортики это не те вещи, которые вы одеваете на пляже. Это шорты от слова шорт, да? Продажи. Продажи. Возможно, возможно, зайдет третья волна от вчерашней инициативы. Мы очень глубоко залетели здесь, в эту зону. Ну, здесь у нас такой блочок шортовый. Его видно, по-моему, вот в этой зоне. Ну, вот. Возможно, здесь золотишко может развернуться. И на сегодняшний день, по большому счету, со стопом там в тысячу полторашечка внизу. Это по первой цели. Ну, и дальше там просто бездна. Бездна под золотом. Я не удивлюсь, что мы можем спуститься сюда. Я об этом писал уже миллион тысяч раз. Но если посчитать математически, здесь, друзья мои, 14 тысяч пунктов. То есть, ну, 1 к 14 здесь можно взять. То есть, если вы здесь зайдете миллионом долларов, то внизу у вас будет 14 миллионов долларов. Дай бог вам здоровья. Собственно, что? Что? Золотишко сегодня Европу встретило во флете. Сегодня закидывали наверх. Болтаемся пока внизу. Довольно глубоко, конечно, золотишко зашло. Но перед мощными движениями такое часто бывает. Поэтому присмотритесь. Местечко любопытное. Потенциал как бы слегка немаленький. Но напоминаю, что эта неделя у нас и забилует новостями. И забилует. Сегодня, конечно, особо новостей не будет. Вот в среду у нас инфляция по евро и в 21.30 Пауэлл. В 21.30 Пауэлл это все равно, что фомки. Вот здесь вот посмотрим, о чем Пауэлл заговорит. Заговорит, что изменилось за последнее время. Ну, у него на руках будет, ну, кроме фомок, вот здесь вот, да, собственно, в которых он сам участвовал. У него будет статистика по, вот здесь, рынку труда. И завтра, завтра, да ничего у него не будет. У него будет просто вот эти ковидные истории китайские. Где уже, собственно, и даже фондовый рынок их отрабатывает. Возможно, возможно, он будет говорить про это. В том числе и это может зародить как бы хорошую шартовую волну. Посмотрим, посмотрим. Четверг, перемяки, первичные заявки и пятница у нас вонфарме. Пятница будет, конечно, день такой самый волатильный, на мой сугубо некомпетентный взгляд. Давайте переключимся к евро-доллару. Евро-доллару. Я сегодня здесь скальпел на М1. Вот и уже принял микро-лося. Ну, фактически на уровне без убытка. Пытался, собственно, отработать вот этот слом. По большому счету он давал пробойчик вот здесь. То есть такая микро-АБЦ-шка прошла. Почему? Ну, естественно, почему я шортил? Потому что вчера были хорошие продажи. Я, в принципе, работал на продолжение падения, на обновление вот этого минимума. Собственно, тейк профит вы видите, собственно, здесь. Не пошло, не пошло. Но, с другой стороны, здесь оставили тоже вершинку. Возможно, это площадка для американцев, с которой они могут уже кинуться вниз. Может так, может нет. Вот здесь. Вот первый слом, вот здесь второй. Вот все остальное здесь летели только в путь. Видите, подрастаем. Скорее всего, будет брить вот эту площадочку. Поэтому присмотритесь. Фунтик. Фунтик сегодня тоже болтается. Очень слабые рынки по... Данные по промышленному производству вышли. Вот, собственно, породили вот эту трешечку. Которая также развивается по фунту, как и в евро-долларе и в золоте. Но просто по фунту вышли новости сегодня, а по евро нет. Поэтому, собственно, видим такую мощную шортовую историю. Сам слом, ну, как минимум там на часе проходит чуть выше. Но рынок не обязан тестировать сломы. Это, собственно, зона наших интересов. Фунту, конечно, есть куда падать. Он вырос сильнее всех инструментов. Вот, поэтому тоже можете присматриваться. Доллар и иена. Доллар и иена. Мой глобальный план на рост пока не отменен. Да, у нас прошла инициатива. Да, азиаты сегодня под нашартюкали. Но, смотрите, у нас внизу есть очень мощная плотность, в которую мы уже кинули 15 тысяч пинбаров. Ну, вот, и, возможно, отсюда, конечно, пушечка даст. Даст лангов. Но если этот минимум будет пробит, то, как бы, как говорится, рулю не очень весело будет. Да, но присмотрись. В любом случае здесь недорого. Можно попытаться зайти. Так, а что касается наших кроссовых инструментов. Они подрастают, друзья мои. Они подрастают, вот, и те, кто набирал ланги и нападений по канадцу франку, все ваши сделочки должны быть уже в плюсе. Ну, конечно, прибыль тут так себе, так себе. Ну, что там, ни о чем вообще, ни о чем. Даже не знаю, что вам посоветовать. Я хотел набирать и набирать и набирать, и потом резко финансово обогатиться. Вот, но мы прям буквально две сделочки и все, и вернулись. Не знаю даже, что посоветовать вам здесь. Вы можете, конечно, пожадничать, вот, и выйти, к примеру, на вот этом зеркале. Тогда здесь, ну, хоть какая-то прибыль будет, так, более-менее существенная. То есть, вот ваш тренд, супертренд, да. Вы можете вообще выйти на хаях, как вариант. Вот, но, но, собственно, тест вот пробитого уровня, он уже произошел вот здесь. Вот, и, ну, смотрите, я не знаю, как там с объемами у вас, но я подержу, наверное, потому что место классное, инструмент шумный. Даже если он будет падать, проще, лучше набрать его побольше, вот, чтобы потом, может быть, и на еще одном тесте выйти на вот этом, ну, к примеру, вот так, да. Да, то есть еще, бай-бай-бай, и вот, take profit, и, как говорил, писал Ильф и Петров, бриллиантовый дым под потолком. Так, доллар-франк. Доллар у нас сейчас подрастает, да, это видно через доллар-франк, почти невооруженным глазом. Вот, но, если вы хотите подзаработать на этом инструменте в рамках сеточного метода торговли, вот, то делать это нужно только в диапазонах, указанных темными пятнами на моем белом мета-трейдере. Так, канадец иена, канадец иена валится в бездну, ну, оно и понятно, инструмент как бы слегка подрос. Трогать я его пока не буду, ну, что, он от хаев упал на 8 тысяч, ну, не знаю, то есть, если будет какой-то супер, утробвал, может, я подключусь, но, опять же, шагом не меньше тысячи пунктов по пятому знаку. Пока вот эта десятка меня никак не радует. К франке иена тоже, ну, в принципе, все зоны, зоны интересов указаны, ничего пока не меняется, жду инструмент в этих ловушках. Зайдет, возьму, не зайдет, пусть идет, как говорится, лесом. А вот AudiCAD героически приближается к 0.9 цифре, вот, где мой интерес в шарты будет реализован дружной сеткой лимитных продаж в этой зоне. По большому счету здесь осталось-то всего-навсего, ну, там 800 пунктов, а можно уже накидывать. Вот, поэтому не пропустите. НЗДCAD вообще ушел в космос, да? А, кстати, если вы набираете НЗДCAD в шарты, как это делаю я, вот, и собираетесь набирать AudiCAD, лучше выбрать что-то одно. Они коррелируют здорово между собой. У них чуть-чуть разная волатильность, но вы фактически работаете, ну, скажем так, на возможное укрепление канадского доллара. Вот, поэтому здесь нормально все, идем. Что-то там прошли полторашечку, ну, в лучшем случае у вас там три сделки. Вот, ну, я говорил о том, что с шагом 500 пунктов у вас должно быть до 12 сделок. Друзья мои, да, 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 это сетки. Переходим к австралийцу-новой зеландцу, который тоже болтается внизу, пока не возвращается. Я говорил, что берите на пробой от этого минимума, набирайте в ланги. План такой, падаем, 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 через время растем и выходим на тесте вот этого уровня и закрываем свою дружную сетку лимитных покупок. Вчера я, кстати, показывал все свои здесь наборы, сделки, лимитки, отложники. Вот, надеюсь, вам понравилось. Так, переходим к нефти. Нефть, нефть выросла, зараза, вчера выросла. Я пропустил, пропустил. Я говорил, что, ребят, присмотритесь к лангам. Почему пропустил? Ну, с одной стороны, просто пропустил, с другой стороны, хотел какой-то техничности. Я хотел вот так. То есть, да, прошел импульс, я его видел прекрасно. Просто так покупать не хотелось мне. Вот, я хотел откатик. Откатик они дали и ушли наверх. Ну, так бывает. Цены шоколаднейшие, шоколаднейшие. Кстати, сегодня интересная история. Многие информагентства, ну, копипастят друг друга, походу, и говорят, что нефть марки Юрлс опускалась до 56 долларов. Но, просматривая графики именно этой марки, я не видел опускания ниже, ну, чуть ниже 60 было. Может, 59, но не 54. Кто владеет информацией, напишите, что за ерунду копипастят аналитики друг у друга. Биткоин, биткоин подрастает, подрастает. В принципе, что изменилось? Ну, как бы, от полтосика тех, кто купил в шоколаде. Вот, что у нас тут? Пин-бары были на 16 тысячах, сейчас 16, там, 500. Ну, 500 долларов в плюсе. Ну, так себе, так себе. Потенциал есть, как бы, технически картина грамотная. Ну, пробьют минимум, пробьют, не пробьют. Целевая зона вот здесь. Если сюда пропишется, я думаю, многие начнут покупать уже по-серьезному. Почему, в принципе, я обратил все это внимание свое на биток? Потому что вот это замедление на недельном таймфрейме, вот эти, особенно вот этот пин-бар, который называется внутренний, а это ложный пробой внутреннего бара. Это очень мощнейшая конструкция. По ней первая цель – пробой самого внутреннего бара, а вторая цель – пробой самого материнского. То есть, тейк должен быть здесь глубоко за 20-ку, а мы сейчас строим 16,500. Так, что у нас? Что у нас там? Наш деревянный спит, спит вообще в своей диапазоне. Я думаю, сейчас куча роботов стоит с отложками по краям. Так, что американская фанда у нас умирает? Насдак умирает. Даксик, Даксик тоже второй день шартовый. Ничего здесь пока любопытного нету. Пожалуй, пока все. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Девять комментариев. Поехали. Яд по золоту 17,42. Отлично, ждем 17,35. Но уже 15-дневная вроде как разворачивается. Вы используете скользящие средние. Ну, не знаю, не знаю, что они вам разве помогают. По-моему, самая бесполезная история. Павел, привет. Если будет настроение, глянь, пожалуйста, евро-иену. Вот Павел вечно выберет какую-нибудь ерунду. Конкретно месяц, неделя. Уровень 150. Знаю, не любишь эти кроссы. Но мне любопытно твое мнение. Не является ли турнин-площадкой. Или мне привиделось. Блин, есть же хороший, техничный, классный инструмент евро. Я извиняюсь, доллар. Зачем лезть в евро-иену с ее бешеной волатильностью и такой же непредсказуемостью? Давайте уважим Павла евро-иену. Кно, новое окно. Йену? Офигеть, это еще иена. Ну, Павел, ну, Павел. Шаблон. Недельки 150. Павел, наверное, вляпался. И не знает, где разрулиться. 150 по хаям, что ли? Вот это? Ну, подходили, подходили, да, подходили. Йена, Йена. Ну, что у нас, что у нас? Ну, допустим, ну, есть подход. Ну, допустим, и здесь можно было говорить, что да, был вот здесь подход. И что, мы упали сюда? Не упали. Даже не знаю. Ну, подходили сюда. Ну, и что с этим делать? Как бы покупать, а куда стоп ставить? Непонятно. Тем более месяца. Допустим, вот, говорите, месяца. Что вы хотите купить здесь на месячном графике, а куда стоп? Вообще непонятно. Абсолютно непонятно. Что с этим делать? С этой информацией она бесполезная, понимаете? Какая-то инициатива, которая что-то ломает? Нет. Что, как? Не понимаю. Не знаю. Не могу ответить. Так, так, так. Владимир. Спасибо за обзор. Удачный день. Позолотило руку золота на росте. Хорошие падения евро, евро, доллар, канадец. Ставим сетки. Это подозрительно. Валентин ставит сетки. Почем? По золоту, по доллар канадцу. Лучше так не делать. Сетки только на красах. Только на красах и только определенных красах. Иннокентий Трофимов. Повторить, подскажите, почему при наборе сетки вы не увеличиваете лотность? Почему не увеличиваю? Андрей не дружит с Мартином. Не сошлись характер. Ну, вы знаете. Вообще, вообще, вот в мире электронной именно торговли от роботами. Мартин обычное дело. То есть, роботы, Март, хотя бы там небольшой коэффициент, лишь бы на увеличение. Но дело в том, что все, что с Мартином, оно без ограничения убытков. То есть, конечной целью негативного сценария будет именно слив депозита. Не знаю, это хорошо, это плохо. Наверное, плохо. Но когда вы, допустим, раскидываете сетку без Мартина, вы довольно точно можете сказать, что на определенном уровне удаления от вашей первой сделки у вас будет определенный убыток. Если он у вас не устроит, он будет закрыт. Ну, допустим, вот как я говорю, при проходе против вас и наборе, допустим, вот с шагом 500 пунктов по пятому знаку и проходе против вас на 6000 пунктов при работе 0,1 стандартным лотом у вас общий убыток будет в районе 300 долларов. Все. То есть, вы заранее знаете, сколько это может вам стоить. На Мартине вы тоже, в принципе, можете это все рассчитать. Это будет гораздо больше, гораздо больше. Но и остановиться с Мартином будет тоже гораздо сложнее. Это первый момент. Второй, это, собственно, примеры. То есть, те управляющие, крупные, ну, крупные я имею в виду с депозитами от миллиона долларов и выше, которых я лично знаю, они не используют Мартина при работе с сетками. Да, некоторые, и, кстати, очень популярные сетевики на MQL5 используют при наборе очень жесткий Мартин. Очень жесточайший Мартин просто при работе именно теми красами, про которые я рассказываю. Ну, вот. Прямо там до 10 раз там увеличивают. Ну, вот. Но у них немножко другой стиль торговли. Ну, вот. Ну, и на самом деле тоже при продаже сигналов они там немножко мухлюют, можно сказать. Да, там подкидывают на депозитик. Но не каждый может это сделать у тех, кто копирует эти сигналы. Но это своя кухня, другая. Вот. Я, собственно, даю схему. Вот. И говорю не увеличивать объемы. Дальше там выбор за вами. Вы, естественно, будете увеличивать. Естественно, вы вляпаетесь рано либо поздно и вернетесь на схему, про которую я говорю. Здесь работа один к одному. То есть набрали. Насколько у вас была просадка, настолько вы забрали прибыль. Все. Простая, банальнейшая система. Мартин не использую я. В принципе, использовать пока не собираюсь. Вот. Объемов, которые даже этих небольших достаточно абсолютно, чтобы не париться. И не нервничать главное. Что нервы, трейдинги не нужны. Так. Ремикс. Так, если вы думаете, что на битке будет рост, вложитесь ли в этот инструмент, если дают такую цене? Ну, я говорил. У меня банальная древнерусская торговая стратегия. Импульс, откат, 50%, трешка. Соответственно, полтинничек был, все, трешка идет. Не пойдет, выйду на пробой минимум. А все. Значит, это не ложный пробой. Значит, эти пин-бары как бы недельные. Это не остановка. Как бы, все, если я два дня рассказываю про биток, там все понятно. Так, Ирина. Ирина тоже думала, тоже ждала площадку по иене. В итоге покормила лосика. Ну, что поделает. Там не должно быть лося. Там, точнее, он должен быть небольшой. Так. Но сложного пробоя цепляться не буду. Вот зря они зацепились. Для меня ложный пробой приравенится к попытке поймать разворот. Это не мое. Но, я, кстати, буду писать мастер-класс, как работать с сложными пробоями. Кстати, если вы хотите его увидеть, напишите. Я еще не определился. Писать его в этот раз, либо как-нибудь никогда. Так. Я доф. Тренд не наш френд. Лучший френд это бренд. Да. Прикольно. Прикольно. Юморески. Это здорово. Так, друзья мои, в принципе, на этом, на этом на сегодня все. В принципе, все торговые идейки новостя я про вам рассказал. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Не забывайте о том, что под каждым видео есть ссылка на телеграм-канальчик, где вы можете задать вопросы по партнерской программе Систафорекс, моей, которая позволит вам сократить издержки в торговле в виде отсутствия накопления свапов полная. То есть, бесконечно, бесконечно не будут накапливаться свапы, а не так, как сейчас там две недели, по-моему. И ультра-спреды, то есть, торговля на очень малых спредах, в три раза меньше тех, которые вы привыкли видеть в терминале. Пишите, здесь мы общаемся по этой теме, вот, и по теме возможности добавления вас в торговый чат, где мы обсуждаем торговые идеи внутри дня. В принципе, на этом все. Понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи завтра утром на очередном обзоре для Инстафорекс. Всем пока!